Добрый день, дорогие наши телезрители! Вы смотрите традиционную передачу под названием «Летний эфир». Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Пётр Говоров. Ещё раз всем привет. У нас очень много интересных гостей. Я всегда говорю вот так, потому что реально к нам приходят только самые-самые-самые. И я бы хотел представить вам, нашим телезрителям, гостей. Итак, Александр Савочкин, организатор уличного баскетбола. Можно сказать, стритбол, если это возможно. Также у нас сидит очаровательная Лера Шестакова. Привет! Отлично. Мадина Турсунбекова. Турсунбек, правильно? Турсунбек. А также сестра Азиза. Белозёров Дмитрий и Алексей Иванов. Добрый день, дорогие, что вы пришли к нам. Большое спасибо. Ну и всё-таки, Александр, вам первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, какого числа прошёл этот турнир? Так, ну у нас ежегодно проходит турнир по уличному баскетболу. Называется он «Чемпионат Республики Сахая-Якутия среди клубных команд». Турнир открытый. То есть могут заявиться любые участники. То есть в этом году у нас были две категории. Это мужчины и женщины. С каждым годом у нас... Перебью, да, Александр. А обычно, обычно проходят как? В четырёх, да, получается, категориях? Да, обычно у нас проходят в четырёх категориях, но сейчас у нас кризис немножко, да, то есть идёт урезание финансирования. Но это не из-за санкций американских, всё нормально. Да, конечно, здесь всё нормально. То есть в этом году у нас две категории – мужчины и женщины. Но, несмотря на это, у нас довольно-таки большое количество команд приняло участие. 20 мужских и 6 женских. То есть мы начали с 11 часов. Старт был дан, и закончили мы где-то в районе 9 часов вечера. То есть да, у нас это затяжной турнир. Долго-долго играли. Но всё-таки выявили победителей, призёров. Всё-таки вот вы сказали по поводу кризиса, но участников всё больше и больше. Да, то есть участники с каждым годом интерес увеличивается к данному виду спорта. Тем более он сейчас в Олимпиаде 2020 включён в олимпийскую программу. То есть сейчас активно идёт развитие уличного баскетбола, проходят чемпионаты мира, Европы. То есть получается это уже олимпийский вид спорта? Да, это уже олимпийский вид спорта. Есть официальные правила ФИБА. Мы на этом турнире как раз старались сыграть так, как по официальным правилам. То есть не так, как у нас играют на улице. Например? То есть там есть у нас в официальных правилах ФИБА небольшой нюанс. Это после того, как игрок забьёт в кольцо, то есть команда противоположная, защищающаяся, должна получить мяч. То есть через сетку он падает, они получают, и они должны вывести. То есть команда соперников не должна ему мешать в этот момент. И игра получается без остановок. То есть такая динамичная. То есть они получили, выбежали, те забили, получили. То есть такая динамичная игра. То есть за счёт этого. А раньше мы играли, то есть забили, это идёт пауза, идёт вбрасывание чек через лицевое, то есть обратно. А сейчас у нас динамичная игра. То есть, да. Ну, первый раз мы так попробовали, в принципе, успешно. То есть, да. Немножко есть нюансы. Многие путались, но всё. Это со временем придёт. Ну, самое главное, что это вид олимпийский, так что людей ещё больше станет. И вопрос такой, да, возникает у меня, Александр. Всё-таки даже не вопрос. Пожалуйста, представьте всех, кто присутствует сейчас в студии. Ну, это у нас сегодня... Призёры, победители. Объясните. Победители женской категории, да, то есть это у нас Лера, Азиза, Мадина. То есть это... Победители. Команда Стерх, они у нас ежегодно принимают участие в соревнованиях и ежегодно входят в призы. То есть это достаточно сильная команда, они борются и с женщинами, то есть они очень хорошо играют. То есть не только с женщинами борются? Ну, они раньше были в категории девушки, сейчас они уже... Ну, всё понятно, да, Александр. Да, женщины, то есть у нас категории девушек не было, они уже борются с женскими командами на равном. И даже на чемпионате города по баскетболу они уже с женщинами тоже борются на равном. То есть выигрывают даже. Это у них благодаря хорошим тренерам, благодаря хорошим тренировкам. Команда «Атлант» Дмитрий и Алексей. Это призёры, третье место заняли. На данном турнире был шикарный полуфинал, вообще шикарный. То есть вот Алексей там зарешал конкретно. Так, вот это сразу вопрос Алексею. Алексей, шикарный полуфинал, да? Да, это был полуфинал. Что сказать насчет игры? Ну, было тяжело. Дмитрия была трампа. А против кого играли получается? Команда «Легион» вот, нас вечные соперники считаем. То, что мы на Лиге города играем и на стритболе постоянно соперничаем друг с другом. Вот каждый год играем. И вот в этом году не повезло, чуть-чуть не хватило. Проиграли на одноочковой вертами. То есть затяжная игра была? Да, затяжная такая. А затяжная игра имеется в виду по очкам или как? Да, то есть равная. Просто весело. Ну и по времени считаю. Основное время не хватило. Сейчас получается одинаковый счет был. И дается дополнительное время, чтобы команда первая, которая забила два очка, выигрывает. И вот проиграли чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило. Да, чуть-чуть не хватило. Здесь везение же получается. Не только спортивное. Ну и везение. Часть везения, но и все-таки умение тоже. Умение, конечно. Но победителя уже не судят. Да. В следующий раз. В следующий раз. Также, Александр, вы мне сказали до прямого эфира, что в год будут проводиться два мероприятия. Ну да, в этом году мы проведем, скорее всего, два турнира. Это вот чемпионат Республикская Якутия и оранжевый мяч. Это ко дню физкультурника приурочен в августе месяце в начале. А так, в прошлых годах мы проводили, ну, дополнительно самостоятельно турнир. То есть это со взносами и так далее, и так далее. Это у нас был турнир такой Black Bowl. В этом году у нас другие немножко планы. Мы весь фокус туда направили, то есть, да, чтобы соревнования немножко подождут. Так что сейчас будем готовиться к оранжевым мячам. Спасибо. Я бы хотел спросить у наших девчонок, сколько лет вы уже занимаетесь в баскетболе? Ну, я с сестрой занимаюсь где-то семь лет. Семь лет. Тоже семь лет и? А я где-то, ну, сейчас будет пятый год. Пятый год. А что дает вам баскетбол, девчонки? Новые ощущения, спортивная подготовка, быть в тонусе. Дисциплина дает он. Ну, и просто свободное время, там, после школы, после занятий. Есть чем заняться, что, ну, как бы не просто, там, гулять или сидеть дома, да. А есть цель, там, занять первое место на соревнованиях или что-то вот дает цель. А все-таки кто заставил вас или не заставлял? Может быть, вы сами пришли в баскетбол? Вы же в сборной, если не ошибаюсь. Нет, мы сами пошли, как бы набирали команды, и мы, как бы, заинтересовались этим. Уличным баскетболом. Ну, у меня родители баскетболисты и мамы, и папы. А как зовут-то? Вы можете, да, привет передать. Шестаков Виталий и Шестакова Ольга. Вот на камеру можете. Да. Ну, как бы, с самого детства в зале, со скольки лет, просто каждые выходные это соревнования, и потом как-то уже, ну, понятное дело, что уже заинтересует, когда всю жизнь на мяч смотришь с самого детства. Потом тоже хочется играть так же, как они. Угу. А Мадина, если... Азиза, Азиза. Да, у нас тоже вроде говорила сестра, что мы... Да и ничем таким не занимались. Пришли, посмотрели, играем теперь уже. Ну, вот, смотрите, девчонки некоторые, которые любят в Инстаграме фотографироваться губки уткой и так далее, да? Что вы можете им сказать? Какие пожелания? Может, они тоже хотели бы играть в баскетбол, но им никто не показывал? Нет, у нас тоже ничего не можно сказать, потому что у нас есть такие же фотографии, да? Ну, после баскетбола гоня. Да, конечно. Нет, такие же фотографии, только с мячом. Я всегда с нами, да. Хорошо. Но молчит из всех вас только Дмитрий, самый скромный. Так, Дмитрий, вот расскажите, пожалуйста, о себе, сколько лет занимаетесь. Вы сами, по-моему, 13 лет, если не ошибаюсь. Да, 13 лет занимаюсь. Какие успехи и достижения? Ну, много чего было. Второе место на Республике Юношеской, когда я за США бегал. Номер один. Потом... Дима, погромче можно? Можно в студии погромче? Потом перешел команду «Атлант», где мой товарищ по команде. Перебью, да, Дима. Какой у тебя рост? Метр девяносто. Метр девяносто. Стань, пожалуйста, Дим. Метр девяносто. Так, Алексей? Метр восемьдесят четыре. Восемьдесят четыре. Стань тоже, пожалуйста. Так, метр восемьдесят четыре? Не варенье, а метр восемьдесят шесть. Восемьдесят четыре. Да? Ну, может, половина еще. Почему-то. Так, баскетбольный мяч у вас, ребята, где? Баскетбол. Так, какие можете финты и выкрутасы показать? До эфира сказал Дима, что Алексей лучше делать. Ой, я бы не сказал. Ну, какие могут быть тинты? Ну, самые такие основные моменты в игре. Просто вот переводы под ногой. Все, я нападаю на тебя, например, да, Влад? Я правильно стою, Александр? Отлично. Правильно. Я честно скажу, баскетбол редко играет. Для меня это футбол максимум. А какие-то там, что еще можно показать? Вот, например, Леры. О, ничего себе. Основные моменты такие. А можно я попробую? Да, конечно. И сразу передам. Так, Лера, готовься. Давай. То, что ты хотела показать прямо в эфире. Покрутить мяч. Покажи, получится у тебя? Нет, мне не получится. Ну, тоже неплохо, тоже. Опа. Давайте будем передавать. Так, дайте мне. Отлично. Дима. Так, и кто-то сидит. Александр, готовьтесь. Так, еще, Александр. Все-таки я бы хотел вас спросить по поводу строительства. Да, у нас... Готовится новая площадка. Да, мы у нас в планах, да, есть такая цель. Строительство новой баскетбольной площадки, которая будет отвечать всем требованиям, необходимым, минимальным хотя бы для проведения соревнований по уличному баскетболу. Что-то есть, да. И что-то есть, да. Хорошо. Так, сейчас ведутся у нас переговоры. На таком этапе у нас были переговоры с СГБУ СТО, служба эксплуатации технического обеспечения. Ого! Ага. Да, Александр, перебил. Нам там дали официально, ну, такое добро, то есть они тоже заинтересованы строительностью данной площадки. Плюс у нас заместитель министра спорта Захарова Марина Викторовна тоже активно содействует этому. Обещала переговорить с Михаилом Дмитриевичем Гуляевым по данному вопросу. Может он все-таки нас поддержит, это было бы очень замечательно. Но в планах есть? Да, в планах есть. Если не в этом году, то в следующем году, я надеюсь, у нас будет такая площадка. И площадка будет в районе Комсомолка? Да, площадка будет у нас на старом месте, где она раньше была, на Комсомольской площади. То есть исконное ее место, такой центр. Там будет гораздо больше турниров, будем привлекать еще больше людей, заинтересовывать турниры, конкурсы, фестивали и так далее. Ну то, что проводят обычные, извините, за рекламу, KFC все-таки, в Москве и так далее, проводят постоянно. Приглашают различных звезд. Да, но у нас, конечно, не такой уровень. Но можно L1 пригласить. L1, надеюсь, нас увидит и он придет поддержать. Он же тоже баскетболист, чемпион игр Дети Азии. Да, на Детях Азии нам организовали с ним встречу, у нас была с ним фотосессия небольшая. Он нас поздравил лично с победой. И какой вопрос ты задала ему? Нет, мы не задавали особо никаких вопросов. Молча, да? Молча. Ну он просто спросил, как у вас, как там дела, как игры, сильные ли были команды. Ну и вообще просто поздравил, сфотографировались. И все там, у него перед его концертом, который был здесь, на Комсомольской площади, вот перед ним буквально минут за 10 мы к нему подбежали. И вот за то время, что успели. Хорошо. Большое спасибо, Лера, всем-всем-всем, кто пришел. И дайте вот так я 5-7 дам, как обычно в баскетболе бывает. Вот так, так, так. Ну что, большое спасибо, дорогие, что вы пришли. И мы попрощаемся с нашими телезрителями, но ненадолго, только на рекламу. Дальше мы встретимся следующим гостем. Всего доброго. Всем привет еще раз. Вы смотрите летний эфир, прямое включение Игры Мончары. Итак, Коля, привет. И вот расскажи, пожалуйста, Коля, ты победитель Игр Мончары и возьмем вид многоборья, пятиборья. Вот твои ощущения, впечатления? И вот честно скажу, вот нашим телезрителям, Коля я знаю давным-давно, он танцор, он кроссфитер, если я правильно выражаюсь, спортсмен, творческая личность. И даже поет и читает рэп, если не ошибаюсь. Просто баловался у нас в школе. Ну все, больше не буду перебывать. Вот, ну впечатления очень хорошие, все было на уровне. Я в первый раз побывал в Верхневой Люсике, очень понравилось. И соревнование длилось вот три дня. Мы приехали за день, отдохнули деньок. Со следующего дня уже в первый день было сначала прыжки, называется второе, тутумергирь. Тутумергирь, это получается? Якутская вертушка. Вертушка, да? Ага. Якутская вертушка. На второй день гестербос есть. То есть? Это кулунтерды. То есть два человека, получается, лежа, и напрягают шею. Да, напрягают шею. И вот дальше четвертое было камень, поднятие камня, переноска. И вот здесь Коля добавил по поводу камня. Он очень неудобный был. То есть удерживают камень. Был неудобный. А также Коля участник игр Дегена, а там камень был удобнее. Там более удобнее, чем на играх мельчаров. И пятое, это бег на тысячи метров. И все-таки на тысячи метров. Это сложно бегать. Тем более, если у тебя нет подготовки на тысячи метров. А если только на 400 метров, как у тебя, Коля? Как ты собрался, как ты подготовился? И тем более, после игры Дегена у тебя сколько? Десять дней было на отдых. Ну, зимой сильно на тысячи метров не тренировался. Более готовился к Дегену на 400 метров. И в этом году, можно сказать, буквально пару раз на тысячи метров потренировались. Попробовал. И вот на соревнованиях, можно сказать, выложился на полную. Также я вижу, ты пришел и принес, получается, свою медаль. Я такую медаль первый раз вижу, оригинально, как олимпийская. У меня тоже такая первая медаль. Я сейчас покажу нашим телезрителям, смотрите. Это красота, красота. И вот, и можно сделать даже крупнее. Крупнее можете взять на 99-й год. На 99-й год, всем видно. И Коля расскажет про 99-й год. В 99-м году игры «Манчар» проходили в Татинском углу Силоты Кель. Тогда я был маленьким, участвовал мой отец по масс-рестлингу. Я помню это соревнование. И к нам приходили, ну, были тоже съемки. Приехали французы, снимали фильм про моего отца. Иностранцы снимали? Да, иностранцы. Французы, если не ошибаюсь. Французы. Было очень интересно. И помню, как мой отец готовился, тренировался. Я был маленьким. И они жили у вас, все эти иностранцы? Ну, у нас, как бы, тоже пару дней жили, и где-то тоже в другом месте тоже жили. Это судьба, получается, Коля? Получается, ваш отец участвовал на играх «Манчары» и занял там какое место? Третье место. Третье место по масс-рестлингу? Ага, по масс-рестлингу. И, получается, в 2017 году сын Николай, получается, Матананов, завоевал медаль на Габоре. Первое место. Это дорогого стоит, Коля? Да, можно так сказать. И как до эфира Коля мне сказал, очень скромно, подошел в Мадун и смотрел на многоборцев. И думал, хорошо бы, а, стать тоже таким. В Мадуне есть этот, висит плакат, там есть фотографии чемпионов. Всех видных чемпионов. Видов по масс-рестлингу, по хапсагаю, по национальному пятиборью, на «Манчары». На «Манчары» смотрел и думал, как хорошо, наверное, круто попасть, быть чемпионом «Манчары». И войти в историю. Войти в историю. И не представлял, что я буду, окажусь рядом с ними. И, Коля, также ты мне заранее отправил свое видео, где ты получал. И тебя награждали. Давай мы еще раз вернемся туда и вспомним все, что там было. Хорошо? Награждение победителя и трезеров по национальному многоборью в сумме пятиборья среди мужчин. Награждение проводит председатель Улусского районного совета депутатов муниципального района Верхневеройский Улус район Семен Анатольевич Михалев. За третье место бронзовой медалью награждается Любомир Николаев. Верхневеройский Улус. За второе место серебряной медалью награждается Петр Старостин, Чуропчинский Улус. Золотую медаль и звание чемпиона 20-й юбилейной спартакиады по национальным видам спорта Игры Манчары завоевал Николай Матаннанов. Город Якутск. Тренер Иван Белолюбский. Вот это да. Ну вот впечатление, пожалуйста, Коля. Я вот услышал, что тренер твой легендарный. Человек Иван Белолюбский. Ну, я у Ивана Белолюбского занимаюсь уже два года, можно сказать. В прошлом году, с прошлого года, с февраля, можно сказать, тренируюсь. Готовлюсь, можно сказать, к ДГНУ. В том году тоже поучаствовал. В этом году занял шестое место. Это хороший результат. Да, для меня, ну, хороший результат. И всю зиму тренируемся, работаю. А как вот, это же очень сложно. Я понимаю твою семью, родных, все-таки супруга, наверное, она постоянно ждет тебя. Коля. Ну, утром дома, с девяти работаю, обедаю тоже дома. После работы тренируюсь, можно сказать, с семи до девяти, до десяти бывает. Ну, уделяешь больше времени, получается, суббота, воскресенье. Суббота, воскресенье. Своей дочке? Да, дочке, ну, семьей. Вот так. И вот хотел бы спросить по поводу того, что не каждый человек может так утром встать, пойти на тренировку. Как ты себя заставляешь? Это очень сложно. Это я про себя говорю. Ну, должна быть цель, мечта. Ну, если есть вот цель, можно утром, так сказать, заставляешь себя, встаешься и, ну, устать, легко можно встать, идти на работу, на тренировку. И все-таки до эфира я у тебя спрашивал такой вопрос, как найти себя? Я знаю, что ты очень долго себя искал. Очень долго, вот это слово, очень. Ну, да, можно сказать, надо пробовать себя в разных направлениях, видах спорта. И с каждым разом узнаешь что-то новое, что-то тебе подходит, что-то тебе не подходит, вот, убираешь. И, можно сказать, это тоже интересно пробовать. Все-таки очень сложно найти себя. Я знаю, что ты и кроссфитом занимаешься до сих пор, бодибилдером. Участвовал, по-моему, здесь, на чемпионате республики. Да, до 75-ти занял первое место. До 75-ти, и ты сделал, там, ну, просто мощное выступление? Да. Когда ты показывал свои мышцы? Ну, по-моему, сальто ты сделал. Сальто было, сальто, и там выступление с танцем, можно сказать, так. И позирование есть, вот. Кто-нибудь раньше бы тебе сказал и подсказал, что вот, Коля, иди на гоборье. Ну, это приходит постепенно. После университета я начал заниматься пауэрлифтингом, 3 года занимался. Масс-рестлингом. Одновременно масс-рестлингом. Потом, вот, после этого пришел к многоборью и, можно сказать, нашел хороший вид спорта, который мне нравится. Да, да. Нашел себя. И, Коля, все-таки я кумир, я знаю, что это твой отец, ну, и, конечно же, твой тренер легендарный, Иван Белолюбский. А что бы ты хотел посоветовать и подрастающему поколению, и новичкам, которые хотели бы тоже стать, как ты, победителем по многоборью? Ну, можно сказать, хочу посоветовать, занимайтесь спортом, делайте хорошие вещи, любите родных, дружите с хорошими людьми, ставьте себе цели и мечтайте о хорошем, можно сказать. И читайте хорошую литературу. Да. Также, по секрету, мне Коля сказал, что он хочет петь песни. Я вот не знаю, какие именно. Нет, ну, просто хочется творчества. Раньше вот я много занимался творчеством, танцевал. Вот, из-за этого сейчас немножко хочется творчества, но совсем времени нет. Ну, Коля, большое спасибо, что ты пришел. Спасибо. Вот такие люди к нам приходят в летний эфир. Так что занимайтесь спортом и идите до конца. С вами летний эфир. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok